залог моего хорошего настроения и прыщей конечно же буквально вчера написали такой комментарий под видео где я рассуждаю о женщинах об отношениях мужчинах это по моему даже одно из последних видео и знаете что я хочу сказать мне комментарии звучал так что делать если девушка от рождения шлюха и ее жаль знаете я я не знаю какой был посылу этого комментария но вот эти вот раненые душонки знаете и изрядно даже поднадоели все взрослые люди и все могут понять не то чтобы должны могут понять что ну рано или поздно люди остаются это нормально это это больно неприятно но это нормально и знаете я когда прочла этот комментарий и сразу же на него ответила но блин меня заставила просто вот блин меня заставили эти слова просто задуматься и я в этот момент была на работе и она не работала думала короче на самом деле мне хочется обратиться к парням мужчинам чтобы вы как-то действовали с головой по отношению к женщинам к девушкам я объясню почему и что я имею ввиду просто вот парень с девушкой знакомятся там виделись пару раз допустим а может быть даже вот просто вот недавно познакомились и на следующее свидание парень один из вариантов до приходит с цветами потом какие-то подарки дарятся до потом куда-то ездят ходят в общем культурно развиваются и знаете вот приучая девушек ко всему этому вы уже вы уже сами себе подписываете смертный приговор но в плане ваших здоровых отношений потому что с чего вдруг потом девушка и тогда которая видела вот такое все ваши отношения должна привыкнуть к тому что вы не хотите никуда выходить даже просто прогуляться почему она должна нормально относиться к тому что вы уже ей не дарите цветы что нет никаких подарков и очередное колечко это просто ее взбалмошность какая-то почему вы ее сами приучили к этому и меня поражают те мужчины и парни которые считают себя правыми типа якобы а чё ты привыкла к этому ну как бы я же ухаживал за тобой все теперь ты моя как бы окстись ну блин это то же самое что девушка вам делала миньет допустим да потом перестала делать сказала я ухаживала за тобой а теперь окстись ну блин ну реально вы я думаю аналогию поняли да провели параллели и задумались что не нужно изначально приучать ко всему хорошему должно быть все дозировано должно быть должно быть всему свое время вот так вот потому что когда бездумно это все делается во первых еще должно быть желание действительно чтобы парень хотела этого да мужчина желала этого подарить цветы сегодня удивить не знаю в общем как то что то сделать зачем выдавливать из себя или не знаю на широкую ногу вот показать какой я офигенный ради чего ради того чтобы потом внезапно просто обрюзгнуть до сесть дома никуда не выходить и девушка в шоке такая просто чё к чему по поводу девушек девушкам хочу сказать что не раскатывайте губу во первых что парни или мужчины обязаны дарить подарки цветы и не знаю ухаживать прям вот красиво во первых не все это могут делать во вторых вообще мужчины ничем не обязаны и не должны женщинам если мужчина сам изъявил желание если мужчина сам захотел то он это сделал если он этого не делает то не нужно пилить его и не знаю там просто принимайте как данность то что он этого не делает а если вам непонятно это или обидно просто задайте прямо вопрос почему-то там допустим ну ни разу мне не подарил цветы там к примеру даже на день рождения или там даже на 8 марта и сразу последует ответ мне кажется лучше это все действительно обговаривать изначально что кому нравится что кто не приемлик допустим да чтобы потом не было никакого недопонимания и вот этот комментарий по поводу шлюхи от рождения и я в принципе ну сомневаюсь что возможно такое вообще шлюха от рождения но во вторых это просто знаете это просто человек с раненой душой как я люблю выражаться пиздострадальцы такие вот которые которые вот обожглись и человек любит еще ту шлюху да шлюхой называют ее потому что она там изменила не дала может быть а может быть френдзонила может быть куча разных вариаций этого этому комментарию до что способствовало вернее этому комментарию но я не люблю догадываться что-то где-то там выдумывать если если просто можно спросить во первых я уже говорила и я уже не раз говорила во многих роликах своих что когда у вас заканчиваются какие-либо отношения с каким-либо человеком неважно хороший он был плохой неважно какие у вас были отношения неважно что произошло что посопутствовало тому почему вы расстались допустим вот оставьте это там почему потому что если вы не забудете ну вы не забудете да если вы просто не отпустите да прошлые отношения и не оставите их именно в прошлом именно такими какими они были какими они остались то будущее отношения уже вы будете сравнивать с прошлыми будущего человека избранника избранницу вы будете сравнивать с прошлым человеком зачем это это ни к чему ни вам ни ему ни новым отношениям ну вот ну вот понимаете такая фишка вы сравнивая делаете хуже отношениям за счет того что вы уже видите в будущих отношениях или в будущем каком-то до человеке вашем избранники избранницы какой-то друзья ну как бы знаете как обычно отношения начинаются да все так классно все чудесно все такие порхают летают потом начинается уже бытовуха какая-то затягивают поэтому чтобы такого не было я советую все оставлять в прошлом вот